В Алматы направили в суд сразу 53 дела о незаконно строящихся объектах. Как сообщили в городском градостроительном контроле, в случае, если вина застройщиков будет доказана, несоответствующие требованиям здания будут немедленно снесены. Кроме того, в мегаполисе завели уголовное дело в отношении представителей компаний, занимавшихся реализацией квартир в одном из ЖК. Напомню, ранее о двойных продажах в комплексе «Ушкунер» заявляли дольщики. Дина Женобекова продолжит тему. Несоответствие требованиям градостроительного контроля и отсутствие разрешительных документов. Эти грубые нарушения могут стать основанием для сноса даже полностью отстроенного объекта, говорят специалисты. И несмотря на многочисленные предупреждения со стороны властей, застройщики нередко начинают незаконную стройку. По городу Алматы выявлено 53 незаконно строящихся объекта. Из них 29 уже на рассмотрении. В случае, если суд подтвердит их нелегальность, они будут снесены. Отметим ранее, несколько объектов в Наурсбайском и Бустандыгском районах были признаны незаконными. По решению суда они были снесены. Недавно был снесен многоквартирный жилой дом в Наурсбайском районе. Застройщик компания «Арттехнос». Компания незаконно начала строительно-монтажные работы и не подала соответствующие уведомления. Также осматривается дело в отношении ЖК «Шконр», расположенного на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Маметовой. Выяснилось, что при продаже квартир в жилом комплексе «Ушконр» зафиксированы факты мошенничества. Об этом стало известно после обращения обманутых дольщиков. Шестеро подозреваемых находятся под стражей. Производство по уголовному делу на завершающей стадии. Согласно нормам УПК, материалы уголовного дела сначала будут направлены в прокуратуру города, дальше для принятия решения в суд. Несмотря на судебные разбирательства, рекламу продажи квартир в незаконных объектах все еще можно увидеть на торговых площадках и в социальных сетях. Однако эксперты категорически не рекомендуют приобретать в них недвижимость до выхода официального решения суда. Дина Жанабекова, Алибекшин Темыр, Жак Салык Тлекберген, Телеканал Алматы.